Вы смотрите новости на шестом канале в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Покинул пост и прихватил оружие. В СМИ появилась информация, что во Владимирской области сотрудник военизированной охраны сбежал со стратегического объекта. РЕН-ТВ публикует фотографию мужчины, который предположительно покинул свой пост и прихватил с собой автомат Калашникова и 60 патронов. Происшествие случилось накануне в половине шестого вечера. 61-летний Юрий Петров охранял ЖД-мост в Муроме. Как стало известно изданию «Комсомольская правда», мужчина сел в своей «Жигули» и уехал. Журналистам комсомолки далось дозвониться до Юрия. Коллегам он рассказал, что у него были финансовые проблемы. Он все проиграл. И сегодня вечером стало известно, что Юрий найден сотрудниками полиции в лесу Подмосковья в собственной машине с тяжелым огнестрельным ранением. По данным здания, мужчина был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. К проблемам новоселов Верезина-2 подключилась прокуратура. О том, как более 500 квартир остались без света и тепла, мы рассказывали в конце октября этого года. Жители микрорайона жаловались на постоянное отключение света. Кроме того, собственникам квартир не приходили квитанции на оплату электроэнергии. После нашего материала прокуратура города Владимира провела проверку. Надзорные органы установили, что в микрорайоне во втором полугодии 2018 года жителям пяти многоквартирных домов по улице Новгородской отключали свет больше десяти раз. В адрес застройщика прокуратура вынесла представление, потому что строительная компания вовремя не передала, управ организацию, необходимые документы. В результате собственникам жилья не начислялась плата за электроэнергию. Досталось энергетикам, которые, по данным надзорного органа, выдали застройщику согласование, где было указано, что все технические условия выполнены. По мнению прокуратуры, энергетики отнеслись к приемке документов от застройщика формально. В этой связи в электросетевую организацию прокуратуры города внесено представление, которым прокуратура потребовала от руководителя указанной организации рассмотреть вопрос о выявлении должностных лиц, допустивших указанное нарушение соответственно привлечения их к дисциплинарной ответственности. В настоящее время рассмотрение указанного представления находится на контроле в прокуратуре города. Не умеют оказывать первую помощь и плохо знают ПДД. Такие результаты показал тест по безопасности, который недавно прошел в регионе. Как результат, неутешительная статистика. За 9 месяцев этого года при разных обстоятельствах погибло 48 детей и более 150 получили травмы. Специалисты уверены, трагедии может быть и меньше. Что для этого нужно, задумалась и Маргарита Махрова. 48 детей погибло, более 150 пострадали. Такая неутешительная статистика в нашем регионе сложилась только за 9 месяцев этого года. В Владимирской области бьют тревогу. Дети выпадают из окон, тонут, становятся жертвами пожаров и ДТП. Вплоть до 15 декабря в нашей стране проходит месячник по детской безопасности, в рамках которого представители разных ведомств проводят профилактические беседы с детьми и родителями. Региональные уполномоченные по правам ребенка Геннадий Прохорчев и сотрудники МЧС области отмечают, что взрослые порой слишком беспечно относятся к безопасности детей и не просчитывают последствия многих своих поступков. А это в результате приводит к беде. Практически в 80, даже больше, в 90% случаев гибели детей по разным причинам все-таки вина взрослых людей и вина самых близких людей, родителей. Я еще раз повторюсь в том, что все-таки современное родительство, в какой-то мере отсутствует вот эта культура безопасного поведения. Только на пожарах в регионе в этом году погибло 9 несовершеннолетних. Сотрудники МЧС напоминают, в холодное время года возрастает нагрузка на электросети, люди пользуются дополнительными приборами обогрева, чаще топят печи. Как минимум в двух пожарах, где погибли малыши, по словам специалистов, причиной возгорания стала неосторожность родителей. Если бы соблюдались требования пожарной безопасности, если бы родители не курили в помещениях, не оставляли бы детей без присмотра, не соблюдали требования пожарной безопасности и правила устройства электроустановок по эксплуатации электрооборудования. Не обошлось в этом году и без жертв среди детей на воде. Летом на Семязино утонул 11-летний мальчик. Пятерых детей на разных водоемах области удалось спасти. В зимнее время водоемы не менее опасны. Родители просят не отпускать детей и подростков одних к рекам и озерам. Считается безопасным лёд толщиной 7 см. Для катания на коньках 12 см. Для массового катания на коньках 25 см. Выезд любого транспорта на лёд запрещен. Кроме того, по мнению регионального уполномоченного по правам ребёнка, в Владимирской области остро не хватает профильных специалистов-психологов, которые знали бы, как работать с ребёнком, особенно при попытках суицида. Решить этот вопрос, по словам Геннадия Прохорычева, может переподготовка уже существующих психологов за счёт средств грантов. К слову, недавно более 200 владимирских школьников и студентов впервые написали тест по безопасности. Анализ результатов показал, что у школьников хромает знание правил дорожного движения и оказание первой медицинской помощи. Эти моменты будут учитывать при дальнейшей работе. Ещё раз уже новый тест по безопасности напишут в середине декабря. Причём не только дети, но и их родители. Брагайта Махрова, Александр Мажаров, 6 канал. Упор на строительство и реконструкцию. Алиса Бирюкова, отвечающая за культуру области, дала понять, что музеев и домов культуры многое не бывает. Что отремонтировали и построили в 2018 году. Чем чиновники от культуры планируют заниматься в 2019. И что ждёт под Новый год жителей и гостей города Владимира. Расскажет Александринин. 2018-й Алиса Бирюкова назвала годом строительства в культуре. Обновлён концертный зал в колледже культуры. Теперь смелые молодёжные эксперименты будут на этой сцене. Если, конечно, чиновники позволят. В Муроме готовится к открытию в отдельном отреставрированном здании фонда-хранилище. Историко-художественного музея. В Гороховце реконструирован дом-музей фабриканта Семёнычева. Построен дом культуры в посёлке Красное Эхо. Было выделено 95 миллионов рублей федеральных средств, которые были направлены в том числе на строительство вот этого нового центра культурного развития в Красном Эхе. Оно сейчас в завершающей стадии. И мы планируем его открытие на февраль 2019 года. С 2019-го область включается в нацпроект «Культура». Это значит, профильный департамент через конкурсы должен добиваться федерального финансирования и на полученные деньги поправлять материальное положение учреждений культуры. В частности, как сообщила директор департамента, в 2019 году для муниципальных артистов будут куплены четыре специализированных транспортных средства. А то, чтобы дать концерт в какой-нибудь деревне, работники порой были вынуждены вызывать такси. Теперь они получат целые автокомплексы, отвечающие требованиям гастролирующих коллективов. Это не просто машины для передвижения творческих коллективов. Это специальный сценический комплекс на колесах с раскладывающейся сценой, с полным комплектом звуковой аппаратуры, световой аппаратуры. То есть это буквально автомобиль, на который можно приехать в чистое поле и развернуть там концертную площадку. Из других неожиданностей 22 и 23 декабря буфест под Новый год книжного фестиваля во Владимире еще не было. Будут писатели и критики. Из новинок научное новогоднее представление. А поскольку фестиваль приходится на солнцеворот, приглашен специалист по славянской мифологии. Как сказала организатор мероприятия Полина Вахотина, постараемся обойтись без мракобесия. Но... Мистические стороны не нужно недооценивать в нашей жизни. Это же одновременно йоль, как бы переход к астрономической зиме, да еще и полнолуние. И вот это все. И именно специалист по славянской мифологии и вот этому всему Марии Семеновне она замечательно об этом рассказывает. И она приедет и расскажет. Буфест на этот раз переедет в библиотеку Надержинского, потому что в привычном для фестиваля центре культуры на Соборной будут идти елки. У артистов они, можно сказать, уже на носу, плясать, петь и развлекать публику. Артисты будут с большей отдачей, потому что радостная новость для работников областных учреждений культуры. На 30% им увеличены базовые оклады. Постановление об этом подписал губернатор Сипягин. Как сказала Алиса Бирюкова, этого события работники культуры давно ждали. Александр Инин, Артем Горчаков, Шестой канал. Проверили финансовую грамотность. Писать диктанты на разные темы стало модно. Сначала проверяли орфографию, пунктуацию, потом знания по безопасности. И вот сегодня во Владимире прошел первый в России диктант по финансовой грамотности. Кто и зачем решил ее проверить и как справились участники акции, расскажет Игорь Липский. В крайнем случае для стабилизации валюты, а также упрощения расчетов, приходится прибегать к цифре 12. Изменению нарицательной стоимости денежных знаков. В этом финансовом диктанте 20 пропусков. Сегодня участники акции должны заполнить их экономическими и финансовыми терминами. Чтобы владимирцы разобрались в определениях, каждое предложение с трибуны перечитывают по четыре раза. Финансовый диктант во Владимире проводится впервые. Акцию совместили с празднованием Дня волонтеров в сфере экономики и финансов. Организаторы уверяют, сегодня как никогда важно повышать финансовую грамотность людей. Одна из сфер, безусловно, состоит в том, чтобы нам правильно расходовать свои финансы, не только уметь их зарабатывать, но и, соответственно, тратить. Поэтому мы вышли с инициативой проведения такого диктанта по финансовой грамотности. Проверить свою финансовую грамотность мог любой желающий. Возрастных ограничений нет. В аудитории больше 300 участников. В основном студенты колледжей, вузов и школьники. Студентка второго курса фин. университета Алина Гарипова решила применить свои вузовские знания на практике. По ее словам, люди не всегда правильно понимают некоторые детали финансовой сферы. Из-за этого мошенникам легче их обмануть. Сейчас, скажем так, существует определенная проблема со знанием студентов, со знанием любых людей в финансовой сфере. Например, мы не совсем понимаем, что есть микрофинансовые займы, микрофинансовые организации, допустим, и с этим очень часто возникают проблемы. На проверку диктанта ушло всего 30 минут. Результаты хорошие. Финансовые термины владимирцы знают, вот только путаются, как писать иностранные слова. Но орфография при проверке не учитывается. Даже слово с ошибкой считается верным ответом. Проверяйте, да, тут все должно быть нормально. 14-й пин-код. 15-й кэшбэк пишет слитно, но вы проверяйте пока просто наличие слова. Орфографии не проверяйте. Пятерка за диктант у всех, кто написал больше 15 правильных терминов. Но вот абсолютных победителей оказалось немного, всего 3 человека. Еще семеро набрали 19 баллов. Лучших наградили дипломами и памятными подарками. В следующем году организатор акции планирует провести диктант не только для жителей Владимирской области, но и в онлайн-режиме для желающих и сей Российской Федерации. Игорь Липский, Дмитрий Журавлев, Шестой канал. На этом у меня все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам 36 66 66, и вы тоже можете стать героем нашей программы. Ну и я прощаюсь с вами. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи. Спонсор прогноза погоды – оконная компания «Плофен». Гарантия уюта и комфорта в любую погоду. Сегодня ночью в Владимире будет пасмурно, пройдут осадки в виде снега, а температура воздуха опустится до минус 8 градусов по Цельсию. В Владимирской области завтра будет пасмурно, выпадет снег, столбики термометров покажут 2-4 градуса мороза. Ветер южный со скоростью до 11 метров в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 90%. Окна «Плофен» премиум-класса из пятикамерного профиля по цене обычных пластиковых окон. В кредит без первоначального взноса и переплаты на один год. Проспект Ленина, 5. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова